Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, городской глюберцы. И как вы понимаете, совсем скоро начинается очень важное время, время по голосованию, которая связана с поправками в Конституцию Российской Федерации. Все как правильно называется, и как это будет происходить, и почему мы сейчас узнаем у Бориса Новикова, председателя территориальной избирательной комиссии городского округа Люберцы. Здравствуйте, Борис Борисович. Здравствуйте. Давайте начнем сразу. Ведь впервые в истории у нас вот это голосование будет проходить не один день, а будет проходить целую неделю. Вот расскажите, почему и когда именно стартует время начала и время финала? Ну, само голосование у нас стартует с 25 июня 2020. С 8 до 20.00 вечера у нас будут открыты все избирательные участки. И, соответственно, завершится голосование 1 июля у нас, и также будут участки открыты с 8 утра до 20.00 вечера. То есть мы голосуем неделю, у нас единственное, это не выборы, не референдум, у нас общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Вот в чем глобальная разница? Потому что выборы, понятно, мы должны кого-то выбрать между чем-то и чем-то. Да? Если референдум, мы высказываем, отвечаем на какой-то поставленный нам вопрос, хотите ли вы там что-то и так далее. Да? Мы помним, такое тоже было на нашем веку. А что такое общероссийское голосование? Общероссийское голосование, это мы голосуем за одобрение поправок в наш главный документ нашей страны, это Конституция Российской Федерации. Соответственно, наш участник голосования должен сказать, что либо он за или против. Может сказать. Да, либо за, либо против. Для этого будет бюллетень, где либо да, я одобряю, либо нет. А в чем эта разница от референдума? Ну, здесь мы фактически вносим, ну, документ, опять же, повторюсь, в нашей главной страны, и здесь мы не выбираем определенного человека, мы не меняем какую-то систему... Глобально. Да, глобально. Здесь мы вносим поправки в наш главный документ, да, я еще раз повторяюсь, которые, да, действительно более социально направлены, все эти поправки, если мы говорим, если вот мы возьмем, да, у нас есть такие вот брошюры, да, которые мы тоже постараемся до наших участников голосования... До начала голосования и во время, да? Да, донесем, да. Кстати, во время голосования тоже можно, да? Да, мы будем давать ознакомиться, особенно тем, кто у нас будет голосовать вне помещения, на дому, в силу, там, проблем, там, со здоровьем или еще каких-то причин. Это и защита человека труда, и социальные гарантии, и культура здесь, и патриоты во власти, и суверенитет, то есть именно такое вот здесь основные все выдержки, которые будут вноситься, мы будем доносить до наших участников голосования. Хорошо. Итак, почему все-таки решили сделать и вот таким длинным? Потому что, ну, хорошо, один день, но два. Бывают в некоторых странах два, там, суббота, воскресенье, например. Да. А здесь решили делать, тем более, получается, между двумя выходными днями, тем более 24 июня, это как бы парад победы, выходной день, и потом 1 июля тоже выходной день. Вот. Почему такое длинное, длительное? Ну, вы знаете, мы об этом говорим уже, да, с марта месяца, когда президент Российской Федерации подписал 17 марта соответствующий указ. Тогда был один день, 22 апреля. 22 апреля. Но вы понимаете, что в силу причин вот этой обстановки эпидемиологической, конечно, мы не можем одновременно в один день скучить, ну, большое количество людей, количество наших участников голосования, поэтому вот с целью, потому что основной как бы также и посыл вот этих, вот этого общероссийского голосования, это безопасность и здоровье наших граждан. Это прежде всего. Поэтому решили, чтобы в один момент не собиралось в помещении много голосующих, просто разделить на неделю. И также мы будем с этой целью организовывать голосование на придомовых территориях. Естественно, все голосования будут проводиться, весь процесс, с применением всех санитарно-защитных норм, это маски, перчатки, санитайзеры, все вот это, обработка, одноразовые ручки будут на каждом участке. То есть вот именно с целью защиты здоровья нашего населения, и чтобы действительно народ мог высказать свое мнение, поэтому в безопасном режиме для здоровья именно растянулось вот это голосование, будет оно на неделю. Понятно, хорошо. Кто может голосовать? Только граждане Российской Федерации? Граждане Российской Федерации, у которых наступил возраст 18 лет, они принимают участие в голосовании, имеют это право, стать участником этого голосования. Ну и также это уже так для информации, что будут и за рубежом открыты избирательные участки. То есть если вдруг кто-то, ну или работает там, или, например, остался на время наших изоляционных мер, решил не возвращаться, тот он может там продолжать. Да, реализовать свою избирательную. А много будет этих участков, вы не в курсе? Ну, в основных странах? Где-то около 200. А, ну это понятно. Да, где-то вот так. И в Америке тоже? Я, конечно, обязательно. Хорошо. Мы еще сейчас поговорим о самой схеме голосования, но я все-таки хочу вернуться. Вот паспорт. Именно паспорт я должен показать? Или я могу показать водительское удостоверение? Нет, гражданин Российской Федерации приходит на участок своего голосования исключительно с паспортом. С паспортом внутренним или можно прийти и с международным паспортом? Я имею в виду с паспортом. Здесь гражданин Российской Федерации обязательно должен быть у него паспорт. Ну, наш внутренний. Да, конечно. Понятно. То есть я почему спрашиваю? Потому что даже на обычных выборах, я помню, на выборах депутатов, я сам ходил на избирательный участок и помню, что кто-то там говорил, вот я паспорт что-то забыл, что мне домой возвращаться и так далее. Вот у меня мои права и так далее. Не смогут зарегистрироваться. Нет, надо паспорт гражданина Российской Федерации. Хорошо. Вот он подает паспорт. Давайте начнем с традиционного метода. Человек приходит на территориальную. То есть все территориальные избирательные комиссии, участки, они как? Участковые. Участковые. Территориальные, это мы территориальные. Да, вы главные как бы. А сколько у нас участков в городском округе Люберца? У нас, значит, 167 участковых избирательных комиссий на территории города. 166. 167. И 68 мест для голосования. То есть где-то в какой-то месте голосования, в каком-то есть по 5, по 4, по 3 участковые комиссии. Хорошо. Сейчас давайте вот 167. Это традиционные те места, где обычно приходят голосования. Да, это вот традиционные. Школы, какие-то другие учреждения. Школы, учреждения культуры, но это основные. Ну и плюс у нас есть учреждения экспорта на территорию других предприятий. Это меньшее количество. Так, а вот эти вот, которые, это что, палатки какие-то будут установлены, о которых так много говорили? Да, об этом много говорилось. Да, действительно, мы сейчас прорабатываем этот вопрос, что с 25 июня по 30 июня мы сможем с 16 до 20 организовать на придомовых территориях, приближенных к этим избирательным участкам. Там будет установлен шатер, установлен переносной ящик для голосования, соответственно, все, там будет и список избирателей, мы туда максимально приближаем службу охраны правопорядка. Чтобы не ходили туда. Да, да, они будут здесь, голосуют на улице, идет человек с работы. И не заходя в помещение, пожалуйста. Извините за, может, не очень корректное сравнение, но это сравнение по удобству. Ты знаете, как, например, картофель осенью привозят или овощи, фрукты прямо во двор. У меня тогда такой вопрос. А зачем тогда, если вы прямо возле дома ставите? Или это будет сделано именно в целях, чтобы не было скопления людей? Именно в целях скопления людей, именно на улице мы хотим, чтобы люди не, опять же, массово, вечером не шли внутрь. Мы организуем, конечно, мы организуем и в помещениях у нас. Мы будем стараться ограничивать, что за раз там будет захотеть 2-3 человека. Почему это идет эта неделя, чтобы процесс был максимум. А здесь на улицах, на свежем воздухе погода хорошая, нам позволяет, естественно. Если будет хорошая погода, кстати. Ну, не будет мы, конечно, конечно, мы уйдем в помещение, вопросов нет. Но мы стараемся, чтобы максимально было комфортно нашим избирателям в этой ситуации. Потому что мы видим, сейчас погода пока жаркая, да, тут, и поэтому, соответственно, в соответствии с законодательством нам оказывает администрация всецело вот эту организацию голосования на этих придомовых территориях, оказывает содействие территориальной комиссии, участковым. Мы постараемся максимально, чтобы комфортно было, свободно волеизъявляться нашим гражданам. Мы еще поговорим о других способах голосования. Пока остаемся здесь, скажем так, на одном традиционном варианте, и первом варианте очень похожем на доставку, что называется, к квартире. Есть, видимо, и третий этот вариант, когда можно из квартиры заказать к себе на дом человека, который привезет урну. Правильно я понимаю? Голосование вне помещения, то есть голосование на дому. Это любой может человек сделать? Любой человек. То есть здоровый, который просто не хочет идти? Или даже его родственник. Даже его родственник может позвонить в участковую избирательную комиссию и, оставив данные, адрес, попросить организовать голосование вне помещения. То ли голосование вне помещения участка. Как скорую помощь вызов фактически. Потому что, да, мы знаем, у нас есть и категория 65+, которая сейчас самоизолировалась в основном в этот период. Но кто-то может выйти, во двор прийти, на участок. Мы готовы, но и также мы готовы для них организовать голосование вне помещения, то есть голосование на дому. Для этого надо звонить в участковую избирательную комиссию и говорить вот такое-то фамилии и отчество, тар-тар. Он хочет проголосовать на дому. Но это может и 20-летний сделать? Ну это может, конечно. Я просто условно говорю, то есть не стоит там ограничение, что только пенсионеры или 65+. В основном у нас обращаются из опыта вот такая категория граждан. Это пенсионеры 65+, люди, которые болеют, люди, которые... Итак, я понял, три варианта. Первый традиционный, второй, назовем это шатры, которые между как бы тоже снимают часть напряжения. Третий, это голосование на дому. И, наконец, еще одно голосование. В данном случае оно не касается Московской области, но все-таки вы будете как-то следить за этим экспериментом, касаемым электронного голосования. Это Москва, да. И тем более, что многие люди, живущие в городском округе Люберцы, тем не менее, они... Ну, жизнь такой страны. Они прописаны, например, по московским адресам, и они захотят проголосовать в электронном формате. Да, у нас тоже для этого существует такая система мобильный избиратель. Так, что это такое? О чем мы сейчас затронули. Это участник голосования, который в день, уже за эту неделю, в день голосования, не может находиться в том месте на своей участковой избирательной комиссии, когда он внесен в списках избирателя, он может прийти в территориальную комиссию, в участковую комиссию, и взять, и открепиться там, где он будет находиться. Бусть он будет там находиться в Брянске, там, я не знаю, в Петербурге, в Москве, о чем мы говорим, и взять, его открепят, и он будет внесен в список избирателей по тому месту, по месту своего нахождения, где он будет находиться в тот или иной день. Талон можно, да, единственное, взять только один раз. Вы открепились, все, вы внесли, все, он один раз. Также это можно оформить, эту услугу в МФЦ, я много в этих центрах наших, в мои документы, и через госуслуги. Также можно открепиться в том месте голосования, где вам будет удобно. То есть? Да, вот в таком режиме, я просто скажу, пользуюсь, что здесь, вот по городскому округу Люберца вы можете обратиться в будние дни до 14.00-21 июня, и воспользоваться такой услугой с 16.00 до 20.00 в будни в территориальной избирательной комиссии, также в будни с 16.00-20.00 в участковую избирательную любую комиссию обратиться, а выходные и праздничные дни мы ждем, если у кого-то такая необходимость есть, с 10.00 до 14.00. То есть вы работаете все равно практически как раз. Каждый день, каждый день, да, да. И можно сказать, что это было введено у нас недавно, и она пробируется, вот эта мобильный избиратель тема, и она имеет такой, ну, хороший, положительный резонанс у наших участников голосования, и люди с удовольствием открепляются и голосуют. А много открепляются так в среднем, в процентах? По-разному, там, мы не можем сказать, там, и 5-10 процентов, может, но тут... Но не половина, понимаете? Нет, нет, конечно, половины нет. Тут как идет движение, как к нам в Люберце хотят люди проголосовать, которые, там, здесь работают, и хотят после работы, там, зайти на участок проголосовать. Так и от нас открепляются, соответственно, как я говорил, там, в Москву, в другие города, вот в таком режиме. Понятно. Сейчас сделаем небольшую паузу, после чего поговорим, а как же будут считать, и что по итогам, как, куда вы будете все эти документы везти, и как, на автомобилях или пешком, на велосипеде. Обо всем этом мы поговорим во второй части нашего разговора. Напомню, что сегодня здесь у нас в студии «Открытого диалога» Борис Новиков, представитель территориальной избирательной комиссии городского округа Люберце. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, а в гостях у нас сегодня Борис Новиков, представитель территориальной избирательной комиссии городского округа Люберце. Говорим мы на тему предстоящего продолжительного голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Мы поговорили в прошлый раз, все мы варианты с вами уже обсудили, возможности голосования, или еще все обсудили. Я думаю, да, потому что мы практически все обговорили. Даже немножко о московских и нижегородских, если говорить об электронной истории. Кстати, там тоже просто, опять же, национально-москвичи смотрят здесь, а может быть, и жители Нижнего Новгорода, все-таки коснемся. Для того, чтобы они в электронном виде проголосовали, им просто нужно зайти либо на, например, Москве-Мосру, либо госуслуги, зарегистрироваться, и там просто будет устроено голосование. И вот тут возникает вопрос. Многие считают, что если я иду сам, где красивая занавесочка, все закрыто, я что хочу, там то и делаю, да, голосую, так как считаю нужным. А вот если электронно я голосую, то меня можно вычислить. Я плавно подвожу к теме справедливого голосования. Как это все будет подсчитываться? Вот смотрите, у нас в городском округе любятся. Да, у нас, конечно, как я еще говорил, будут меры безопасности. Да, но это чисто там перчатки, опять же, мы возвращаемся. Подарок вы будете давать? Да, это, пожалуйста, забирайте ручки, там все это можно зажать. Чтобы не принесли мне сразу. Да, 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 вот, если это нужно участнику голосования. Но, как бы, так же, ну даже не как бы, о чем там говорят, вот так же останутся эти участковые избирательные комиссии, будут сидеть члены избирательной комиссии, также будут кабинки организованы, информационные стенды все, чтобы все, что необходимо... Вносятся изменения, прочесть. Вот, пожалуйста, почитайте, там будут, ну не только вот это, а еще будут большие у нас плакаты, то есть полное информирование. То есть торопиться не будет вас быстрее-быстрее, то есть можно будет прочесть, посмотреть. Конечно, надо будет почитать, почему, опять же, мы возвращаемся, мы неделю вот это организовываем процесс избирательный. А можно прийти прочитать и уйти, а потом через нас все и прийти? Ну, наверное, если человек задумается, конечно. Ну, вдруг, да. Но все-таки к справедливости голосования, вот, люди переживают. Вы идете туда, да, значит, смотрите, подсчет итоговый, подсчет итоговый мы будем производить в течение недели каждый день. Это мы говорим с 25 по 30.06. То есть 20.00, когда закрывается участок, вы начинаете считать? Закрываем, и каждый день мы убираем, значит, бюллетени в сейф-пакет. И они убираются в сейф. Он запечатывается, опечатывается, убирается в сейф. И, соответственно, составляется акт. Каждый день будет составлен акт. Урна опять будет опечатываться. Каждый день она будет опечатываться. Распечатывается? Да, да, это в обязательном порядке. А считать вы сразу после? А подсчет будет 1 июля, когда уже вообще-то последний день, закончится все голосование. Мы достаем наш стационарный ящик для голосования, в который проголосовали. Достаем сейф-пакеты эти. Все это, как обычно, общий стол. Члены комиссии, наблюдатели за этим смотрят. Плюс то, что принесли из домов, из шапров. Вот это все, да, да. Это все достается, все это вынимается. Переносные ящики, то, что ходили там по домам, голосовали. И пошло «да», «нет», «испорчен». Да, «нет». Идет. Да, кстати, «да», «нет» и «испорченный» вариант. Что это такое? Ну, «испорченный» у нас иногда… Ничего не поставили. Ничего не поставили. Написали там, «ребят, я вас люблю, до свидания». Или наоборот, «не люблю». «Не люблю вас, ребят, до свидания». Это испорченный бюллетень, да, да. А если вот будет пустой бюллетень, не появится у вас желание поставить на нем какую-то отметку? Во-первых, у нас система наблюдателей отработана. У нас есть Московская областная общественная палата, на которую возложилась вот эта организация наших общественных, вот эта система наблюдений, наблюдателей. То есть у нас в общественную палату поступают все заявления, в том числе и даже если хотят политические партии, хотя мы тут, да, не голосуем, опять же, говорю, ни за кого, ни за какую партию, ни за какого кандидата определенного. Вот. А это просто у нас общероссийское голосование. Они предоставляют, составляются, ну, наблюдателей своих в списке. Общественная палата, соответственно, Московской области, общественная палата городского округа Люберцы определяет, то есть в соответствии с поданными заявлениями, кто идет на какой участок. Соответственно, у нас такой корпус, ну, я думаю, вот сегодня общались с общественной палатой как раз, ну, и постоянно этот диалог у нас. У нас уже корпус наблюдателей сформирован, поэтому здесь будут обязательно... А они независимые наблюдатели? Или они правильные наблюдатели? Это общественники. Это даже те, я еще раз повторюсь, кто представил партии, включая все наши основные фракции, которые в Госдуме присутствуют. Ну, скажем, у нас есть фракция, которая выступает далеко не за. То есть они присылают своего наблюдателя. Да, они обязательно. И если кто-то попытается нарушить правила голосования, они составляют акт, да? И средства массовой информации в них особый... Ну, понятно, что в режиме вот этого, то, что у нас была там эпидемия немножко, но поделяется место и для средств массовой информации, и для наблюдателей. Но если вот замечено нарушение, да, кто-то, условно, я опять же говорю, из членов комиссии, вот его видят там пустой, да, и так незаметно поставил. Вот наблюдатель заметил. Что происходит? Составляется акт? Как это вообще? Ну, составляется акт. Естественно, мы еще говорим, да, что у нас присутствуют сотрудники правоохранительных органов. Потому что это дело-то подсудное. Обязательно. У нас за каждым будет закреплено на сотрудника полиции. У нас будут дежурить народные дружинники на участке. У нас будут приближены посты ГАИ. То есть, ну, тут как бы... Но у нас в комиссиях наших участковых избирательных работают такие слаженные команды профессионалов, которые доброкачественно и честно отвечают за свою работу. И все знают всю ответственность законодательства. Правильно. Вот здесь главный вопрос честно, справедливо. Потому что вы сами сказали, что голосование – это не является там выбор, да, какого-то кандидата. А волей заявления народа, да, нет, а доброе – нет. И наверняка кто-то будет говорить да, кто-то будет говорить нет. Нет ли у вас свыше некой команды, что да, должно быть чуть больше, чем нет? Нет, у нас с таких команд не поступает. Естественно, мы постоянно сейчас в режиме видеоконференции с избирательной комиссией Московской области. Также нас приглашают на заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. То есть мы стараемся все принимать там участие. Я максимально собираю территориальную комиссию, подключаю. И везде нам указываются, ребята, добровольная воля изъявления, вы молодцы, вы организуете весь процесс, чтобы нашим избирателям было удобно, комфортно и свободно волеизъявляться. Хорошо, предположим, да, так оно и есть. Помимо того, что люди переживают, что сама организация выборов может повлиять на слово «да», есть и другая сторона вопроса. Действительно, реальные некие провокации, да, когда будут провоцировать на какие-то вещи, когда ничего такого не происходит, незаконного, ну и придет какой-то провокатор, который постарается это спровоцировать. Вот какие будут здесь действия? Ну, здесь действия нам, как говорится, в избирательном процессе помощи прокуратуры. Кстати, что грозит человеку, который нарушит правила голосования? Ну, вот административная ответственность, а в определенных случаях, если он, конечно, переступит какие-то уже... Потому что люди же не знают иногда. Да, 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 то и уголовная ответственность. Это, еще раз говорю, подключается прокуратура, правоохранительные органы, подключаются наши, даже, можно сказать, и федеральная служба безопасности, они курируют как-то этот вопрос, они говорят, сообщайте нам, а в чем-то, что вот незамедлительно. И мы с ними работаем, и в оперативном режиме, мы каждый час тоже, они, вот, из опыта выборов, они отзванивают, там, узнают, как идет процесс, нет ли что, какие там, что-то подозрения каких-то, кто-то там что-то хочет вокруг сделать. Ну, в общем, разные вещи, но мы стараемся их пресекать и силами участковых комиссий. Если надо, выезжает на специалисты территориальной избирательной комиссии с правом, там, решающего голоса. И я думаю, что в этом плане она работа отлажена, и в том числе, это нам большой подспорь, и это и наша Люберецкая УВД, муниципальная, Люберецкая межмуниципальная, и наша Нацгвардия, здесь они нам всем только в обеспечении законности общероссийского народного голосования. Скажите, пожалуйста, вот если какая-то комиссия, вам подчиненная, да, маленькая, назовем так, вот все-таки она то ли специально, то ли не специально, но неправильно подсчитает голоса, ну, такой же вариант не исключен, это как комиссия, будет голосование считаться непроведенным, как вот этот вариант будет? Ну, здесь мы, конечно, уверены, это может быть и не только у нас. То есть на каком-то участке может быть признано голосование несостоявшимся? Ну, если мы говорим по законодательству... Потеряли, или не приведи господи, сгорело? По законодательству. Ну, потеряться не должно потеряться и сгореть, потому что все... Я предполагаю, все. За каждой участковой комиссией закреплен автомобиль. Мы знаем его марку, мы знаем номер, мы знаем его водителя. За каждой предоставке итогов голосования закрепляется, опять же, сотрудник полиции, участковый, я там, ну, в должностях. И он доставляет до места в территориальную избирательную комиссию, сопровождает вооруженный. То есть тут шаг влево, шаг в сторону. Но все-таки я предполагаю, что пропал один день куда-то вот этот... Ну, давайте предположим, что тогда. Возможно, тогда, если это в сумме не влияет, допустим, они, конечно, признаются недействительным. Выбор на этом участке, если там что-то у них произошло, там сгорели машины, там... Ну да, ту-ту-ту. Ту-ту-ту, да, это понятно. Естественно, если это в целом не влияет на итог, то, конечно, признаются недействительным выбором на данном участке. И идет разбирательство. Ну да, естественно. Хорошо, у нас остается не так много времени. Теперь давайте поговорим, чтобы у людей все-таки сложилось ощущение. Предположим, все проголосовали «да» и все это заработало. Сегодня средства массовой информации самых разных направлений говорят нам о том, что, в общем-то, фактически все уже принято. Просто президент вышел с инициативы, чтобы это прошло одобрение народа. Правильно я понимаю? Мы это слышали, да, что одобрил Совет Федерации, законодательные собрания регионов наших. Но все-таки, да, я понимаю, это воля президента, чтобы народ высказал свое мнение. Естественно, это же народ наш, Российская Федерация. Живет по Конституции. Живет по главному, основному закону, сколько я уже раз говорил. Естественно, хотят услышать мнение. Что касаемо, то есть у нас должно по порядку, который утвержден, порядок голосования у нас есть по общероссийскому голосованию, должно проголосовать более 50% от тех, кто принял участие в общероссийском голосовании, не избиратели, которые... Ага, кто пришел. Вот пришло у нас с вами количество определенное, вот должно 50%. 100 тысяч человек пришло, и здесь... 50 тысяч плюс 1 должно быть большинство. Все. Тогда все вот эти поправки, они будут одобрены, считаться одобрены. А если скажут нет? А если нет, то нет. А как же тогда Совет Федерации утвердил, все утвердили? Ну вот... Президент сказал, что не будет, да? Да, он же сказал, он ждет волю народа, он ждет, как народ, скажет да или нет. Все. Хорошо, все заканчивается когда? Когда мы узнаем итоговые результаты? Итоговые, да, протоколы, они привозят к нам в территориальную избирательную комиссию, соответственно, в систему... 1 июля. 1 июля, в этот же день, да, мы вводим систему газвыбора. Начиная с 20 часов в 1 минуту. Да, и пошло, то приезжают, вводим, вводим протоколы. Мы, да, мы городской округ Люберца, у нас, конечно, 167 комиссий, мы такие одни из крупных по избирательным процессам, муниципальному образованию. И все, и мы, я думаю, что... За ночь переработали? Я думаю, уже, да, может, там даже и ближе будет, потому что иногда совпадало, у нас были выборы, когда Госдума и Облдума совмещаются, там бюллетень, там много кандидатов, партии, партии... Это сложно, здесь, да, нет, я думаю, что мы постараемся, и мы говорим, чтобы максимально быстро отработала система газвыбора, вводя эти протоколы, мы подвели итоги, и, соответственно... То есть сначала ручками распределяется да, нет, а потом записывается в нодицу. Все это заполняется, итоговый протокол, и все это свозится, вся избирательная документация... Хорошо, к утру, предположим, по Люберцам будет понятно, а когда по стране будут результаты, по закону? Через неделю? Ну, я думаю, да, там уже утверждается где-то, окончательно уже, когда они все подведут итоги, да, потому что у нас там уже какие-то уже начали голосовать там на вертолетах, регионок там доставляют... Кстати, раньше можно сейчас в Люберцах проголосовать? Нет, сейчас только пока... А сегодня, а я хочу сегодня... Нет, сейчас пока открепиться можно. Открепиться? А с 25 июня, милости просим. Милости просим. Ну что ж, огромное спасибо, у нас сегодня в гостях был Борис Нойков, представитель территориальной избирательной комиссии городского округа Люберцы, 167 участков, и еще планируется 60, сколько вы сказали? Нет, вот и 68 мест для голосования, где распределены эти участки. 68 мест для голосования, где распределены эти участки. Голосование у нас начинается с 25 июня. Каждый день с 8 утра, каждый день с 8 до 20, и 1 июля, последний день с 8 до 20. В городском округе Люберцы, Московская область, поэтому голосования электронного не будет. Так что обратите на это внимание, многие тоже спрашивают. Спасибо вам большое. Ну а мы продолжаем следить за событиями в городском округе Люберцы. С вами был Николай Пивненко в программе «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова